Миша, нету звука. Сейчас будет. Он говорит, давай, только там чего сейчас. Давай, давай. Так вот, я просто хочу продолжить тему, которая мне очень близка. Но дело в том, что к танкам я имел непосредственное отношение. Вообще, с рождения танка до механика-водителя второго класса, потому что я заканчивал Бавановский институт, я уже говорил как-то, как К-2, моя диплома написана, инженер-механик боевых гусенических машин. И в Афган попал тоже еще и потому, что, ну, и та же давали мне, получила удостоверение механик-водитель второго класса на этих танках. И в танки влюбленные были. И друзья мои, лучшие сами, которые сейчас ушли из жизни, были буквально помешаны на танках. Вот нет Толи Богданова, член Совета представителей России, который в Сирии воевал танкистом, которым мы, ну, нас сказали, подождите, время придет, мы, когда буря в пустыне была, он был лично знаком с сыном Саддама Хусейна, тот был командоват сухопутными войсками, мы в посольство Ирака с ним двоем пришли, танкист, он танкист, профессиональный, я там, и собирались служить в армии Ирака, бить пиндосов. А знаете, почему пиндос вообще откуда пошло? Это новое. Пиндос в переводе с румынского, это и пингвин. Если вы посмотрите, как высаживается правая морская пехота, или вообще эти солдат США, самолетов, он так и идет. Он весь обвес, что и мешками, сумками, баулами, но разгрузка у него висит, бог знает чего, и походка у него такая же. Вот они гордо идут, там попал авианосцы или где-то на аэродромах, отсюда и кличка пингвин. С американцами, кстати, вот, наши заклятые друзья уже много лет, встречались и в Афганистане. Афганистане. Во всяком случае, Володя Иванов, знаете, кто был в клубе ДОК, Ивана знаете, да? Он писал замечательные песни, правда, последние лет 10 он закончил школу военных священников и перестал писать песни. Хотя, может, и хрячь пишет. Только пьет водку теперь. Он хотел сегодня прийти, но не пришел. Но они в ноябре 79-го года раздолбали какую-то группу американцев, которые зачем-то сопровождали караван с оружием из Пакистана в Афганистан. Причем это было Калашниковы. И по номерным знакам, по серийным, только что выпущенные у нас на заводе в Советском Союзе, в Ижевске. Взяли вот эту тайну. Великая. Еще одна великая тайна. Вот тут Миша начал тайну расшифровывать. Я еще повторюсь, когда он говорил про то, что насколько близки мы к концу света к Армагеддону, которым неизвестно, кто бы победил. Мы опоздали же с созданием атомного оружия. Буквально на несколько лет. Так вот, 48-го года, это, напоминаю, значит, это знаменитая речь Черчилля Фултоне, где он в сумме сказал, Советский Союз настолько стал послевоенной мощным государством, победить его физически нельзя военной силой. Но мы его взорвем изнутри, что и произошло буквально там сколько-то лет спустя, как мы все это знаем, были участниками, очевидцами всего этого. Так вот, с 48-го года по 58-й 12 раз командование штабов США отдавало приказ, и Б-2 были, Б-52, они сатурными бомбами нарушали на борту, нарушали территорию Советского Союза. Так что инцидент там вот Карибский, это вот детские шалости, которые там уладили как бы Кеннеди и кто там Хрущев, до этого была реальная угроза. Она у нас остается, это стратегических задач уничтожение Советского Союза. Это не пропаганда, я как кадровый старший в Церкви комитет госбезопасности, который всегда работая в контрразведке и разведке, обязан узнать больше, чем просто народ, о чем нас предупреждали при поступлении туда. Чтобы знать, за что умирать и за что сейчас я не знаю, вообще не хочу ни за что, ни за кого умирать, если родина малая. Ой, Николай. Но я начал про танки, так что это... Ты тоже долго про политику, тут маски всем компенсировал. Но это стало начало. Я просто продолжаю иначе, что и делаю. Так вот я... Это группа К-2, где было 28 человек, 8 девушек у нас училось, танкистки, тоже механик воедет 2-го класса, все получали, помню, как под Ленинградом. Чумазые, как черти, девочек них никак не признать. Вылезали из 55-го, 62-го танков после профиля в пыли и все. Сбарет на них никто не хотел, да они сами себе противные были после профиля. Но люки тяжело пролезать, пролезать, у нас дамы были такие. Как стопор бились все, а вот люк. Все с синяками на бедрах ходили. Ну, не важно. Но песни у нас были. Вот песня была. Хорошая песня. Но я уже пел ее, знаете, я спою песню чужую моего друга, Мишки Михайлова. Он мои песни поет, чего бы не спеть. Это танки в Афганистане. Сейчас у меня еще один товарищ. Вот ребят с еще 60-го, этого вечного охотника и бойца Федора, знаете, да? Федор. Он четыре раза сюда ездил и принес снимки. Вы знаете, как мне было больнее смотреть на то, что осталось. Вот вдоль трассы жизни на Фейзабад, да, через Кишин, там же на обрывах валяются танки внизу. Пиндосы приказали всем стащить танки все в Кабул, ну, то и будет там таскать. Оттуда. Валяются сожженные машины, бронемашины, БМП, танки валяются. И вот по этому поводу он самую лучшую песню писал Михаил Михайлов, он сам афганец, полковник погранвойск. Песня с глубоким смыслом, я понимаю, почему. Нас, к сожалению, история учит только тому, что ничему нас не учат. Поэтому мы на танках все пытаемся куда-то въехать. То в Грозный, то в Варшаву, то в Прагу. Ничего из этого не получается. К великому сожалению, танки в загоне, и поэтому защиты от противотанковых гранатометов нету танков. Горят вместе с экипажами. Но вот в Афганистане их великое множество полегло. Но до сих пор вдоль дорог можно видеть от 100 остров и танков с надписями, кто здесь погиб. Афганцы не трогают, не сдают на металлолом. А на Саланге даже защищают. А вот недавно, к сожалению, умер год, начинается с того, что умирают замечательные люди. Может быть, кто-то знал. Он был членом московского правительства, секретарь ЛКСМ, Локтионов Сергей. И он тогда еще в 87-м рассказывал. А я говорю, это на 66-м высота, я говорю, какая? Ну вот представь, я выхожу утром зубы чистить, да? А там танк, Капамир, и земляник. Стою на краю ущелья, а подо мной облака и орлы летают. На такую высоту забраться танку советскому. Ну вот. Мы же все побросали, «Танки не нужны», что очень обидно. Называется он «Дорожный знак». Это песня. Здесь дорожный знак не в законе, есть один, и тот не в дугу. Нарисован на белом фоне Танк нелепый в красном кругу. Дальше хочешь сядь за баранку? Нет колес, так груз на плечо. Мол, нельзя кататься на танках, танкам здесь проезд запрещен. Мол, нельзя кататься на танках, танкам здесь проезд запрещен. Танки те, что стали гробами, стянуты с дороги на край, с нецелованными губами. С нецелованными губами Мальчиков наши под броней не уберегли. Вверху глянь, а хочешь с изнанки, все чисты, их долг освещен. Но нельзя кататься на танках, танкам здесь проезд запрещен. Не видно ни по чьей-то оплошке, Копан знак как будто на век. Не для этой только дорожки, для дорог стоит он, для всех. Мир, да более мил, с позаранку, вот помолился, будь я крещен. В нем нельзя кататься на танках, танкам в нем проезд запрещен. В нем нельзя кататься на танках, танкам в нем проезд запрещен. Вот такая песня. Я тебе обрисую Мишкину, как я вам понравился. Вот. Хотел бы песни старой, которую я редко пою с песней, с вашего разрешения, потому что как-то уже одно и то же. Если специальных заявок нет, одно и то же как-то тоже. И мне самому петь неинтересно. Хотел бы все показать. Ну вот эта песня. За дальнюю речкой, за дальнюю речкой, где пыль до жара, за хребтом гендукуша, над каменной сушью. Послушай, послушай, как плачут ветра, за хребтом гендукуша, над каменной сушью. Послушай, послушай, как плачут ветра. ПЕСНЯ 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 Война за плечами, мельча старчане, к нам адноболчане приходят во снах загорелые лица, синева на петлицах, пыли на ресницах и соль на губах. Загорелые лица, синева на петлицах, пыли на ресницах и соль на губах. И память как рана, открытая рана нам Афганистана забыть не дает. За хребтом гендукуша над каменной сушью послушай, послушай, как ветер поет. За хребтом гендукуша над каменной сушью послушай, послушай, как ветер поет. Послушай, послушай, как ветер поет. Ну, еще хочу одну песню спеть, тем более разрешил мне старый товарищ, декабрист ее петь. Серега Климов по кличке Корясь, кличку заработал в 79-м, после штурма Кабула и тюрьмы Поличерхи. Недалеко с Кабулом, но он был первый исполнитель этой песни. Правда, я слышал в другом исполнении, в 82-м уже году, и запомнил такой, как исполнял ее другой, тоже каскадер. Но Климов не против, думал. Ты же с ним согласовывал этот вопрос, так что его песню в варианте. В декабре, вот 27 декабря, я не знаю, вот я много на своем веку видел, но чтобы как-то, как мне непривычно 27 декабря праздновать праздник начала Афганской войны. Еще более мне неприлично, когда 22 июня, вот прошлого года, устраивают парады, и Бог начали. На 7 ноября тоже парады, люди уходили в 41-м. Значит, в июне напал на нас Германия, мой отец пошел на войну, и мама тоже. Все пошли. А 7 ноября или 9-го устраивать на день Великой Революции парад, но надо помнить, что тот парад, который в 41-м уходил, с Красной площади, с разной передовые, все части практически были полностью уничтожены. Это 41-й ноябрь. И до декабря, так что праздника особо я здесь не вижу, так же, как и 27 декабря. Взяли, Кабул, слава, честь, кто ее брал, но вопрос в том, что началось потом, и что продолжается до сих пор, потому что Афганистан никак не исчез в историю, мы его притащили, эту войну сюда, и она продолжается и здесь. Уже 20 с лишним лет продолжается. Я так думаю, вот эта песня просто о тех, кто честно выполнил свой долг. Первый раз такая операция в таком количестве и с таким успехом за рубежами Советского Союза. В декабре зимы начало, в декабре дни рождения есть. Для кого декабрь начало, для кого лебединая песня? Для кого декабрь начало, для кого лебединая песня? В декабре меня кроха спросит, потирая озябший нос. Папа всем ли подарки приносит в новогоднюю ночь Дед Мороз? Папа всем ли подарки приносит в новогоднюю ночь Дед Мороз? В декабре есть еще одна дата, без отметки на календаре. Я тебя целую, как брата, на Кабульском чужом дворе. Я тебя целую, как брата, на Кабульском чужом дворе. Слезы радости, помни об этом, и друзьям своим растолкуй. Почему нам так дорог это, неуклюжий мужской поцелуй? Отчего нам так дорог это, неуклюжий мужской поцелуй? В суету новогодней встречи вспомни наш боевой отряд. Первый тост за ушедших навечно, тост второй за живых ребят. Первый тост за ушедших навечно, тост второй за живых ребят. Ну вот эту песню я тоже редко пою, поэтому я спою. Песнь посвящается тем, кто лазил по козьим тропам в горах Афгана, ходил по пустыне Регистан, топтал армейскими ботинками этот запредельный и закрайный часть земли, вернулся живым. И это я написал там, в Афганистане, это была первая часть. Вторую после войны написал уже здесь. Песня посвящается моему другу, соавтору частик многих песен, Сергею Кузнецову. Он жив, слава богу, здоров. И всем, всем, за вас на пятнадцать человек. Пятнадцать человек, нас много или мало, Узнаем погодя, когда начнется бой. Шаркай, солдат, шагай, пока заря не встала, Пока качает ночь звезду над головой. Шаркай, солдат, шагай, пока заря не встала, Пока качает ночь звезду над головой. Корот так был приказ, куда еще короче. Нам выйти предстоит почти что в Пакистан, И выйти на рубеж к исходу этой ночи, Вахналетом захватить с оружием караван. Нам кумполка сказал, что будут нам награды, И тем, кто не дошел, и тем, кто уцелел. А замполит сказал, да вы справитесь, ребята, Но почему-то сам идти не захотел. И вот четвертый час утюжим эти скалы. Полночи позади, и главное успеть. А где-то там вдали, за горным перевалом, Полсотни босмачей торопятся на смерть, А они заплатят нам за взорванные школы, За слезы матерей, за выжженный кишлак. Шагай, солдат, шагай, у них настрой веселый, А мы им поутру сыграем отходняк. Шагай, солдат, шагай, у них настрой веселый, А мы им поутру сыграем отходняк. И дальше. Несколько спустя. Закончилась война, да здравствует гражданка, Герои всех времен кого-то назовут, А ты, шофер, опять крути свою баранку И ждите, когда тебя на бойню призовут. И снова как так. А те, кто за тебя судили и рядили, Кто за твоей спиной разваливал страну, Промолвят, там тебя напрасно не добили, Так вот тебе приказ на новую войну. И снова как тогда полезем мы по скалам, И снова как тогда попробуем успеть, А бывший кумполка таки получит генерала, А красный замполит успеет побелеть. Пятнадцать человек, нас много или мало, Узнаем, как мы когда закончим этот бой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, И радуйся, что ты пока еще живой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, И радуйся, что ты пока еще живой. И еще песня несправедливо забыта, Совершенно забытая. Я понимаю, десантура, морская пехота, техника такая. Но о, вечная царица полей, это матушка пехота. Древний парк, Викбергилий сказал, Ах, пехота-то, бедный попрошайки он. Пехота никогда никто не считал, И в том числе и в Советской Азии, и в Садской. Никто. Царицу полей назвали, потому что закон древний плачет. Пока на землю не вступила захваченная нога пехотинца, Пехотинца запогом или там сандалиями римского легионера, Кем угодно, она не считает захваченной, Считает свободной. Так было и осталось в международном праве. Но насчет пехоты я не слышал. Никогда замечательных песен. Десантура слава и во веки вечные. Она замечательные песни поет. На самом деле, вот сейчас десантники обидятся, Но исторически это так. Ни одного серьезного возражения. Десанты массированные. Первый десант провалился, был уничтожен почти полностью. Не выиграли. Все решает пехота. Так вот поэтому... Про пехоту песню. Мотострелковая пехота, это без разницы, все равно пехота. Это к родному 860-му полку обращено. И мы тоже пехота. Спрашивают, не прыгали, хоть разведку. Но где ползком, где ползком, где бегом, все по матушке земле. Совет полей. Вот такая. Гордо нас зовут мотопехотой. Здесь это товарищи мура. Мотовы в горах до поворота. А до поворота, а за поворотом пехтура. Эх, пехота, матушка пехота, Чего он побрал бы этот поворот? В горы шли, была почти что рота. В горы спустились, стал почти что взвод. Где тот камень, что тебя обманет? Где уступ, который подведет? Кто тебя на родине помянет? И какие песни пропоет? Эх, пехота, матушка пехота, Ох, тяжелые погоны на плечах. В бой идем, как будто на работу. Кое-кто вернется в сынкачах. Эх, пехота, матушка пехота, Черт побрал бы этот поворот. В горы шли, была почти что рота. В горы спустились, стал почти что взвод. Горды кличут нас, мотопехоты. Здесь это товарищи мура, Мотом и в горах до поворота. А за поворотом пехтура. Эх, пехота, матушка пехота, Царица полей. И все решает пехота. Вот я понял, когда стратегия, спецстратегия, Войн-Танки изучал. Танки въехать на чужую территорию, не считается территорией. Экипаж должен вылезти, превратиться в пехоту, протопать 100 метров и воткнуть какой-нибудь флажок или не знаю чего-то. Щуп солярный от танка, там чего-нибудь такое. А? Передовой ответ. Ну правильно, да и все, во всем мире так считается. Но почему-то на нас, на пехоту, вот Чечня, это пока другая точка, вот на то, что решает и основное, не тратить такие бешеные средства, да никому не нужно, не летающие булавы. На сатану, на это, вдруг не будет никогда работать носить или нету, знаю, допустим. И на космическое исследование, где мы давно уже, ну там, внизу под американцами находимся, все коммерция, коммерция, мы возим как такси. А вот пехоту вооружили, я знаю лично, и кто был в Чечне, знает тоже. Бандиты, шнеперы, не фавстанцы, не эти самые, просто шнепера снащены как. Посмотрите, как одеты чеченские боевики с нашими солдатами. А нас в одежде, Юдашкина там они, помирают от туберкулеза, не доехав от пута призыва. Это как русские в России, не имеют свои войны. А у нас нет ничего в России. Вот знаете, сам вот... Есть чеченцы в России, ингуши, татары... Да, у всех общин, а мы нет, да. Все у нас есть. Поэтому как только где-то кто-то из этих, даже из тех, кто мигрантов сюда, кто-то где-то попадается, его начинают справедливо карать, тут сбегают, представители, начинают вопить, кричать. Генерал-майор, герой России, а мы-то... А мы там кто-то, а мы никто. Сказал же один маршал, и гусар-детель, да не жалейте в эту пехоту, в России побного новых нарожают. Давно сказал. Только рожать не от кого. Если убивают пехоту, но мужчины, если убивают этим... Демографический провал. От кого рожать наши подруги? От негров? Мулата и метиса? С мачеты в руках попрут? На танки, на Меркаву, на Х-700 там? Игорёв, давай. С рогатками. Ты одна страна, сколько высоких перевалов. Ну да, вот это вот да. Сейчас появился лазурит, опять видно пошло, смотрю, вот где камни полудрагоценные торгуют, пепельницы из него сломаются те, кто точит. Лазурит. Вот такого цвета настоящего. А, вот, курска моя висит, темно-синий. Вот такой вот цвет, настоящий. Самый дорогой, где там... Ой, Саня Карпенко. Вот это замечательный афганский офицер, не афганский, а наш советский офицер, кавалер орденов многих, Александр Карпенко, вы многие знаете, автор замечательных стихов. С войны пет. Саня, присаживай, дорогой, пожалуйста, рад тебя видеть очень. Так вот. Лазурит. Лазурит, да. Тара, много гор и высоких перевалов, А среди них Карамунжон. Лазурит, а там навалом. А еще басмачи, нам их надо выбивать. Басмачи, ауганов, вашу мать. А еще басмачи, нам их надо выбивать. Басмачи, ауганов, вашу мать. Там душманский отряд под командою Гулдода. А у них говорят ДШК и минометы. Только нам, парванист, нам на это наплевать. ДШК, ауганов, вашу мать. Только нам, парванист, нам на это наплевать. ДШК, ауганов, вашу мать. Вот ракета пошла, начинаем мы работу. Лезем прямо с борта под огонь их пулеметом. Вот теперь поглядим, кто умеет воевать. Перевал твою, аугана, мать. Вот теперь поглядим, кто умеет воевать. Перевал твою, аугана, мать. Нас рассвет застает запыленных и уставших. Водка нас не берет. Та, что молча пьем запавших. Но зато лазурита Пакистану не видать. Пакистан твою, аугана, мать. Но зато лазурита Пакистану не видать. Пакистан твою, аугана, мать. И вернувшись домой, чтобы не все было забыто, Мы захватим с собой по кусочку лазурита. Чтобы вспомним, как было, со смешки мог сказать Лазурит твою, аугана, мать. Чтобы вспомним, как было, со смешки мог сказать Лазурит твою, аугана, мать. Ну и еще про лазуритов. Там же основное, что добывалось, пыталось добывать. Всеми транспортировались везде, в том же Советский Союз. У доблестного 860-го полка выложил лазурит, когда взяли они лазуритов, месторождение. Там ребята были, первый батальон, второй, по-моему, там тоже участвовали. Мы все перед штабом полка, для докладов, метра четыре на четыре, выложили все лазуритом. Оставался один мой зам по диверсии. Он делать нечего, он стал в ЦК писать записку этим лазуритом захваченным выложить одну из новостроек московского метрополитена, станции. Командир в Кабульском, иди скорее, он с ума сошел. ЦК такие докладные пишут, напрямую, прям через всех. А с этой, ну, не выложили, а тут приехал зам по вооружению Туркво, майор какой-то, генерал-майор, увидел свет. Что такое, что такое? Два дня пробыл, не знаю, там, всех баб перещупал, там, всю водку выпил, какая была. Забрал все это в восемь мешков и увез куда-то, неизвестно, правильно, весь лазурит. А вот, да, а кто успел, там, то точили пепельницы, ну, все, кто, лазурит-то был навалом. Но вот этот, вот этот, правда, лазурит, это операция июня 82-го года. Перевал Карамунжо, нищий на карте мира, на двухсотке он пунктиром тонким дам. Только птицам виден он, что уходит легкокрыло, зимовать на сопредельный Пакистан. Только птицам виден он, что уходит легкокрыло, зимовать на сопредельный Пакистан. Перевалы Карамунжо, лазуритовые шахты, караванная тропа по леднику. Здесь стоят со всех сторон горы древние на вахте, Безучастные к другу и к врагу. Здесь стоят со всех сторон горы древние на вахте, Безучастные к другу и к врагу. Перевал Карамунжо, здесь веками тихо-тихо Облака катились по морю небес. Здесь мы лезли на рожон, И рассерженно и дико эхо вторило раскатом АКС. Здесь мы лезли на рожон, И рассерженно и дико эхо вторило раскатом АКС. Говорят, познай себя, А мы познали много больше, Жизнь оценивая заново свою. Что, судьбы, бывает нить, Самой тонкой нити тоньше, И что счастье добывается в бою. Что, судьбы, бывает нить, Самой тонкой нити тоньше, И что счастье добывается в бою. Были звания, ордена, Были звезды на погоны, Но не этим не забудется Афган. Сколько там осталось нас, На камнях Карамунжона, Столько в памяти невылеченных ран. Перевал Карамунжон, Не ищи на карте мира, На двухсотке он пунктиром тонким дал. Только птицам виден он, Что уходят легкокрыло, Зимовать на сопредельный Пакистан. Только птицам виден он, Что уходят легкокрыло, Зимовать на сопредельный Пакистан. До Ногинска так поле сшагали. Так вот еще песня такая, Значит, во время Афганистана. Ой, длинная она правда. Но песня, в общем, короче, Ноябрь месяц, Кунтус занесен снегом, Вертушки не летают, В полку все кончилось, Что надо, весь боекомплект. Паша, милый друг, здравствуйте. Да, да, да. А вертолетчики, лучшие друзья, Тоже не летают, Их не выпускают с Кунтус. И сидит командир, Ваш покой слой, А командир это оперативно-боевая группа, Каскад-4 Бадахшан, Зам по диверсиям, И зам по контрразведке, Разведке сухие абсолютно, Работы нету, ничего нет, Бензина нету. И вот, и пишет письмо другу, Который надеется, Аказий, с Кашкалтаками, СМИ шестыми, Которые залетят там в Союзе, Отправить Пашке Осачеву Поблить и блистер, 24-ок туда, Такое письмо. На мотив, естественно, Высоску, Письмо колхознику Сельхозтехники. Здравствуй, Паша, Милый друг, Мы из Бадахшана, Во-первых, в строках письма Всем вам шлем привет, Здесь у нас зима вокруг, Мерзнут, аж душманы, И вот уж две недели, И вертолетов нет. Даже праздники прошли Как-то не по-русски. Ну, чаю выпили ведро И храпеть пошли, Да так представь себе Целый стол закуски, Но не то, что водки, Праги не нашли. Вась снова занемог, Не встает с кровати, По ночам в бреду орет, Братцы, мы бросим пить, Ты уж, Паш, приезжай, В гости, Бога ради, Может, хоть с тобою Бросит он дурить. К сожалению, снег занес, Горы и долины, А то мы б сгоняли в Пакистан, Взяли кишмеша, Но бензин у нас иссяк, И стоят машины, И даже на Майдоне Нету ни шиша. И что о женщинах сказать? Да в общем-то мы их тут не видали, Их в полку, ты знаешь сам, Явный недооз. Но не сказать, что мы без них Очень мы скучали, Но здесь свирепствует болезнь, Сперма-токсикоз. Слушай, Пас, допущен ли Снова ты к полетам? И еще сбирался ты съездить в СССР? Не отпусти, вот приезжай. Да черт с ним, с вертолетом. Мы тебе доверим здесь, Даже БТР. И, Паша, как твоя рука? Пожила, наверное. Видно, зуб отравлен был, Что в нее попал? У кого другого в раз началась гангрена? Да это ж разность для всех нас, Что ты такой амбал. Я пока письмо писал, Вася пробудился, Прочитал и стал вопить, Хуже чем вчера. Мол, зачем конкретно я, Называю лица, Мол, внебрачных связей Нету в дыра. Так что, Строчки про любовь Мне пришлось замазать. Ты привет нам передай, Знаешь сам кому? Надоезд вот по горам В Файзабадске вылазать, Причем тогда уж сам Лично обниму. И Вася тоже стал писать, Мол, привет, ребята. И такой написал, Хрен, что разберешь. В общем, мне за нас двоих Отдуваться надо. Но он теперь Непьющий человек, Чего я с него возьмешь? Что ж, до встречи, мужики, Закругляться надо. Скорый вечер И в горах начали стрелять. Еще раз большой привет Все мы с Файзабада. До свидания. Идем службу проверять. Еще редкая песня там. Файзабадская лирическая, Она очень длинная. Я подскажу кое-чего. Это песня о нашем житье быде, ОБГ, оперативной боегруппы. Это Файзабаде. У нас сидели на виле, Вон ребята знают туда. Вила была вот. Лучшие друзья были, Это менты. Это Кобальт, Оперативная боевая группа. Вот под командованием Майора Ленинка Теплякова. Он жив-здоров. Недавно привет передавали. Может, за семьи завалило. Вот он в Архангельском крае Еще купается в море. Там выйдет туда. Вот. И вот лучше. Наши советники, Комитетские, Но как-то они, Какие-то ребятишки, Были такие мутные. Все пытались подмять под себя, Пока я один раз Чуть не расстрелял их В месяц дом и с самим собой. Из КПВТ приказался, Прибежали исполнять Вот этот советник старший Испугался. И больше мы с ним не вязались. Вот. И, Значит, Вот такая Обстановка на вилле была, Одеваться некуда. Песни писать И вот купите. Ну, на операции, Которые старались По возможности. Тут еще был Командир полка Ротюниан, Который всю ночь Пытался меня куда-то Не выпустить Там с Майдона, С аэропорта Ездит вон ты У меня две с половиной Ты штыков майор, А ты чего там? У меня три человека. Я говорю, Я вот напишу на вас. Он обещал И стрелял он потом. Басыр-то Его же одноклассник был, получается. Да хрен-то он был. Значит, два. Два чудила Из Нижнего Тагила, значит, Такие на букву «Р». Ну, неважно. Он пытался расстрелять. Говорю, стреляйте, БТР. Я выезжаю за аэропорт. Мне нужно встречать с человеком. Стреляйте. Солдаты дрожат, стоят Этот там и Крашный шест И на БТРе. Проекторами Совсем пять человек У меня сидит, Не считая водителя. Надо было стрелять Посреди где-то там. Я тут командир. А кто ты командир? Ну, потом я поймал В городе вашего Зам по строевой За несанкционерный выезд Саша Лизунова Капитана Посадил его на губу у себя Приехал потом Рябшев приехал позволять его Конечно Но у меня не было бани Маленькая такая Пол метра на метр Была у Кобальта А туда его Я говорю, покажите журнал Кого вы Так он моего избил солдата На плацу А я очень не убил Ну, неважно там Это разногласие Это всем, кто не понимал Чего Мы же не можем ничем По полному полку По полной По полной На меня Вот на меня Лишним выписан заказ Приказ На ряд приказания На 35 литров соляра И 20 литров бензина В полку никак столько не было Сразу Ну-ка, это Туркво Командующий выписал Попробуй обеспечить Я понимал, что Никто меня не зальет И у них сами бензины Ну, неважно Короче говоря О чем я уже забыл Еще песню сказать Вот там были нормальные ребята Вот они сидят Еще много-много были Боевые комбат 2 Слава Масловский С колоннами Который вот Красивый такой Метр под 2 метра Один глаз Коридор и другой Голубовин Вот Ну, колонна В общем Второй батальон Колонна Скорость движения 5 Максимум 10 Особенно по верам Слева проб Справа обрыв Механики-водители У них водки нет У офицера на броне Все сидят на броне Офицеры тоже Но офицеры У механики-водители Ничего, кроме нашей нет Но это единственное Антишоковое средство У него Как у офицера водки Или спирт Потому что 90% Особенно водительных Линяков Сгоревших И сгоревших Умирают не от того От потери крови От болевого шока И интоксикации От когда много ожогов И никто на это Внимание не обращал Там, в Афганистане Это иногда Вот Косяк Для солдата И стакан спирт Для офицера Значало жизнь Пусть без рук И без ног Но все-таки жизнь Остальные мутитные смех И вот размышления Пьяного офицера Каскадер Моя В конкретном случае В этой колонии Столукана На фейзлопад Двух разных войн Единая суть Так говорил Один комбат Мы трассы жизни Звали путь Из Толуканов Фейзлопад Там двое суток Напролет Полвет колонна Между скал За поворотом Поворот За перевалом Перевал Кричи с досады Не кричи Здесь эти крики Ни к чему Не ставят мины Босмачи Известно Богу одному Не угадаешь Где рванет Под кем сработает Запал За поворотом Поворот За перевалом Перевал Закрой усталые глаза До вторых откли И все, что в письмах Прочитал За словом Словом Повтори Тебя в союзе Кто-то ждет А может Ждать уже Устал За поворотом Поворот А перевалом Перевал Да нет уж Лучше не дремать И успокоиться На том Что будет Время вспоминать Когда до финиша Дойдем Пыль со скулой Смывает пот В глазах Багровый карнавал За поворотом Поворот За перевалом Перевал А где-то Мир и тишина И только фильмы О войне А здесь Отметилась война Пробойный В лобовом стекле Сказали Вас награда Ждет А ты о ней И не мечтал За поворотом Поворот За перевалом Перевал И кто-то там Живет как жил Добро Соседствует Со злом А ты Давно уже забыл Что именуется Добром Закат Закат Ложится На капот Спокойно Тихо Багровый Перевал За поворотом Поворот За перевалом Перевал Дилемма Быть или не быть Не для уставших Наших душ Да мы просто Дальше будем жить Перевалив За гендукуш Вон прогудев Над головой Вертушки В сторону Ушли И перестроился Конвой Очнись Приятель Мы дошли Еще В одном Сумасшедшем Рейде Который Из-за ошибки В координатах Вместо Черех дней Почти две недели Пробыл Тут пригодилось Конечно Знание Что все Что ползает А летает Можно есть Выживание А снег Можно пить Или раз супер Но в общем Короче Двенадцатый день Начало запуск Звените Сейчас Секундочку Двенадцатый день Мы каски На бекрень Тропой У горни Тянемся Пыля А сейчас Был пасть Да А то спаться Шлась Рассчитывай Приятель На себя А сейчас Был пасть Да А то спаться Шлась Рассчитывай Приятель На себя Двенадцатый день Натер Плече Ремень И тянет Вниз Тяжелая Броня Лишь Каска Легка Воды На Поглотка Рассчитывай Приятель На себя Лишь Фляжка Легка Воды На Поглотка Рассчитывай Приятель На Себя Двенадцатый день в кармане парафень Они в бою надежные друзья Вот новый привал и снова перевал Рассчитывай, приятель, на себя Вот новый привал и снова перевал Рассчитывай, приятель, на себя И тот, кто дойдет, кого удача ждет Кто все пройдя и все перетерпя Вернется в свой дом и в жизни потом Рассчитывать он будет на себя Вернется в свой дом и в жизни потом Рассчитывать он будет на себя Лишь только на себя Лишь только на себя Двенадцатый день, тренадцатый день 14-й день 15-й 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 день Не только бронжу, но глядит печально шуравей Ты меня, красотка, не зови Наш начальник, грозный машавер Заставляет спать нас в БТР Глупый, неразумный шуравей Ты минуты радости лови Знаю я, в горах сидит душман Против русских точек ядоган Шуравей смеется, не пугай Всех душманов мы отправим в рай На земле афганской будет мир Вот тогда мы и устроим пир Пролетели дни, как листопад И ушел в Кабу отряд каскад А я жду, сгораю от любви Где ж ты, синий глаз и шуравей Лай, 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 ла-ла-ла-ла-лай Лай, 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 ла-ла-ла-ла-лай А я жду, сгораю от любви Где ж ты, синий глаз и шуравей Что расскажешь о Востоке? Непривычная страна Там совсем другие боги и другие имена Там горянки величавые, пугливые, как стрижи Но глаза глядят пугаво через сетку пронжи То оазисы, то горы, то пустыни Регистан Пчатся бронетранспортеры из Кабула в Чахчаран Там одна сплошная суша Не бывает жарче суш Но с вершины гендукуши Виден только гендукуш Там народ неторопливый, почитающий Коран Где расписано красиво о законах мусульман Там землей латают крыши Там стреляют по ночам Там предложат вам гашиши Предприимчивые бача Там поклонники Хаяма, знатоки Фердуси Но от тонкостей их исламу спорить Боже упаси Вас разбудят на рассвете, выпиющий с неба глаз Моэдзин зовет с мечети делать утренний намаз Там экзотики навалом экзотичней не найти И там стреляют из дуала вдоль колонного пути Так что расскажешь о Востоке Непривычная страна Там совсем другие боги И другие и верные Вот Махтубу, да Вот я хотел принять петь Ладно, это тоже песня про афганскую женщину Настоящую афганскую женщину Про которую почему-то никто песен не пел К великому сожалению песню написала Это не со мной случилась история Вот честно вам говорю Жалко, я бы хотел, чтобы было со мной Но не получилось Но тем более она исключительная Поэтому и песню написала Еще на выводе в 89-м году Ну не надо хат Кто знает, что такое хат? Кто знает, что такое хат? Поднимите Хаты Что это такое? Да, правильно, знаю Я скажу КГБ афганское Ну тогда Ну там что там взялось Там я сначала написал Потом переделал Чего оттуда взяться там Там и там Под файзобадом Откуда взяться девочки из хата С кишлака С фаргамуджи тем более Откуда там Комсомолка, видать, была Наверное, да Активистка Царандоя И неожиданно появилась там где-то Ну не важно Два ли девочку тут Два ли женщину тут Махтуба Да не женщина Просто девчонка Как тростинка Тонка и слаба Ты тащила меня По воронкам А потом Разорвав По ранжу Пинтовала Горячие раны В кишлаке Под названием Анжу На колонном пути По наршану Махтуба Словно ветры На склонах поет Махтубам Не нужны мне Три года В зачет Я б пошел В ту атаку Опять Только время Не движется Помню Помню родичей Стойку твоих Не в утянущих Тонкие руки Ты сказала одно Шурави И они Отшатнулись В испуге А потом Полевой медсанбат И врачей Утомленные лица Я хрипел им Где мой автомат А он Мне скоро Теперь Пригодится Да не нервничай Все при тебе Тут какая-то Фея Из хада Пусть будет По вашу Принесла Поутрух КПП Пистолет Автомат И гранаты Махтуба Словно ветер На склонах Поет Махтуба Не нужны мне Три года В зачет Я б пошел В ту атаку Опять Только время Не движется Спе Вот и все Я вернулся Домой Затянулись Военные раны Только как-то Связалась С судьбой Да девчонка Из Афганистана Я не помню Почти ее глаз Что запомнишь В бредовом тумане Может кто-то другой Меня спас А может вычитал В старом романе Вот только ветер Поет Махтуба И куда-то Зовет Махтуба Я б пошел В ту атаку Опять Только время Не движется Спять Махтуба Снова ветер На склонах Поет Махтуба Не нужны мне Три года В зачет Я б пошел В ту атаку Опять Только время Не движется Спять Я б пошел В ту атаку Опять Да вот только время Не движется Спять АПЛОДИСМЕНТОМ 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 А где Калин Киланович? Вспомним мы товарищ Бычий глаз Если помнил Ну я ее корректирую Писал-то Васька ее Я ее не помню Я один Перекор надо А мы Правильно Да не надо Мишка прошу Я там Подневольный Я тоже Перекорим Действительно О Я Калин Кто вообще Давай быстрее Заканчивай А теперь и все Куда Конечно Вам спасибо Привет Ну пройдет Я встань Я встань Ну ничего Чем мы еще Сады вынес Еще Пожай Я помню Нет Он обещать не привез Он мне сказал Все Погодите Вперед Вперед Наши атмосферы Там Ничего Смотри Спасибо.